В Национальном детском медицинском центре созданы все необходимые условия для оказания услуг населению в самых разных областях, в том числе кардио- и нейрохирургия, онкология, офтальмология, пластическая хирургия. На основе новейших достижений современной медицины проводятся сложнейшие операции в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Лечебный корпус центра, консультации, консилиумы, нацеленность на выбор максимально эффективных методов лечения маленьких пациентов. Кстати, здесь есть все для профдиагностики. Например, аппарат мультиспиральной компьютерной томографии, анализатор ДНК, современные технологии для раннего выявления онкозаболеваний. Основываясь на южнокорейском опыте, здесь проводят различные уникальные операции. К слову, раньше для этого узбекистанцы выезжали за рубеж. Здесь регулярно проводятся мастер-классы и сложные хирургические вмешательства с участием специалистов клиники Янсан Пусанского национального университета. Очередной визит коллег представил последние достижения в лечении самых серьезных и редких заболеваний у детей. В процессе запуска этого центра мы помогли при обучении и повышении квалификации специалистов. Здесь создана возможность специалистам, прошедшим обучение в Корее, удаленно диагностировать пациентов с помощью Zoom в режиме онлайн, давать наши рекомендации по их лечению. Мы вместе проводим консультации для детей в тяжелом состоянии. Мы также провели углубленный медосмотр маленьких пациентов, находящихся на лечении в центре. А еще провели сложные хирургические операции детям с врожденными дефектами в пищеводе. Кроме того, кальпоскопический метод был применен к ребенку с тяжелым заболеванием толстой кишки, перенесшему до этого несколько операций. Хочу подчеркнуть, в этой клинике лечебный процесс соответствует всем необходимым стандартам. Создана благоприятная для детей атмосфера. Я была свидетельницей того, как каждый медработник выполняет свои обязанности на должном уровне. Проект телемедицины был также запущен в сотрудничестве с клиникой Янсан Пусанского нациоуниверситета. Медики Узбекистана и Кореи проводят консилиумы, посвященные лечению пациентов, нуждающихся в проведении высокотехнологичных процедур. Еще одно преимущество – на экспериментальной основе налажено онлайн-общение с несколькими областными детскими многопрофильными медцентрами. При помощи современных IT-технологий действует система удаленных медосмотров, консультаций, обсуждения эффективных методов лечения. В рамках сотрудничества внедряются инновационные возможности нейрохирургии и кардиохирургии в педиатрии. Очередной консилиум пришел к выводу – пятилетней пациентке необходим малоинвазивный метод лечения. Я был в Узбекистане пять лет назад. Меня удивило, что такая современная детская больница построена за достаточно короткий срок и работает на уровне, соответствующем передовым стандартам. Здесь много общего с корейскими больницами, и в строительстве, и даже в медицинском оборудовании. А специалисты прошли стажировку в Корее. Мы участвовали в медосмотрах и при установлении диагнозов пациентов в поликлинике, действующей при центре. Из них мы отобрали детей, которым требуется операция. Запланировано, что следующая операция в Национальном детском центре будет по кардиохирургии, а точнее по расширению протока открытой артерии. Раньше ее проводили с разрезанием грудной клетки. Теперь исправлять дефект можно через вену. Сложнейшие совместные операции в Национальном медицинском центре будут проводиться еще несколько дней.